В эфире «Ублигорские новости» в студии Екатерина Петрова. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы подвести итоги этой недели в начале о главных темах выпуска. Мост, который все ждут. В Башняково единственная переправа – опасная и аварийная. Нужно строить новый временный мост. Обратная связь дала сбой. Как решить проблему чуть теплых радиаторов, если заявитель сам, ну, очень холодный и необщительный? Потому что вы обратились. Понимаете? Всего доброго. Россия восстанавливает авиасообщение с Японии. Готова ли страна к туристам? В двадцатке лучших мотогонщиков страны. Гордимся и рассказываем про Александра Калентеева. Устали терпеть жители села Башняково. Несколько месяцев они вынуждены передвигаться в объезд. Единственный мост через реку Гончаровку пришел в негодность и опасен. Уже известно, где построят новый мост, но всех волнует вопрос – когда? Наша съемочная группа отправилась на место и попыталась разобраться в ситуации. Три месяца речку Гончаровку неподалеку от села Башняково автомобилисты объезжают стороной. Причина – аварийный мост. Месяца два назад уже пошли претензии, что люди стали бояться по нему ездить. Сделали вот эту временную объездную вдоль речки. И как бы людям неудобно по реке ездить. Все равно легковушки там, ну, глубина примерно сколько? Сантиметров 40. На днях на этом месте заработала техника углегорского дорожно-транспортного хозяйства. Приезжала комиссия, смотрели мост и приняли решение, что нужно строить новый, временный, новый временный мост. Будет длиннее, намного прочнее. Трубы, сваи, свои бойку они привезут, забивать будут основательно все будет. Ожидая строителей новой эстакады, дорожники округа выполняют подготовительные работы. Мы подходы к мосту делаем. Здесь вынимали грунт, этот растительный, такой, напитанный водой. Здесь вниз сложили негабариты, потом еще слой скального грунта, сейчас еще слой. И вообще еще на метр здесь поднимется дорога. Ну, то есть, ну, чтобы она стоялась, потому что машины постоянно будут ездить, ну, чтобы не проварилась. Сейчас основная задача наша – завести как можно больше материалов, потому что далеко очень. Где будет новый мост, уже ясно. Правда, пока тут стоят только колышки. Когда начнут работать мостовики, будет зависеть от финансирования. Как и в любом строительном проекте, этот вопрос самый сложный. А пока старый мост лучше объезжать. Пусть и по реке, зато безопаснее. Евгений Мелехов, Снежана Соколова, Углегорские новости. За официальным комментарием наша редакция обратилась к администрации округа. Запрос принят. Будем следить за ситуацией. И в следующем выпуске обязательно вернемся к этой теме. Обратная связь дала сбой. Мэру Углегорского городского округа поступила жалоба на квартирные радиаторы. Цитирую. «Чуть теплее холодного, настоятельно прошу отнестись к моему обращению серьезно». К разбору ситуации глава округа привлек тепловиков. Углегорские новости присоединились к расследованию. И вот что из этого получилось. Я не хочу разговаривать ни с кем на эту тему. Я задал вопрос нашему голове Углегорского района, да? Так. Будем, пожалуйста, разберемся с этим всем. Но вот мы тоже хотим в этом разобраться. Вот, пожалуйста, разбирайтесь. Не получилось у нас конструктивного разговора с жителем Шахтерска. Сообщение о холодных радиаторах в своей квартире он написал в инстаграм главы округа. Доброго вам выходного дня, Сергей Васильевич. В квартире опять-таки со вчерашнего дня радиаторы топления чуть теплее холодного. Перезвонив диспетчеру, мне ответили. Подача тепла 45 на 40. Вы простите, жители не обязаны понимать в этих формулировках. По факту обращения тепловики планерку организовали. От телевидения они прятались и свободно пропустили съемочную группу в котельную. Она весь Шахтерск обогревает. Температура на выходе с котла 123 градуса. Температура на город 45 градусов. С города возвращается 39. При температуре на улице плюс 7 градусов. А это значит, что температура подачи тепла сейчас даже выше текущей нормы в среднем на 7 градусов. Все параметры утверждены на уровне постановлений регионального правительства с учетом местных, так называемых, холодных коэффициентов. В каждом районе он свой соблюдение, контролируется Роспотребнадзором. И если теплоснабжающая организация отвечает за качество теплоносителя от котла до общедомового счетчика, то все, что после него – зона ответственности управляющей компании. Котлы работают в графике, температурном графике, который утвердила нам администрация Углегорского района. Даже в некоторых местах мы превышаем этот график, потому что некоторые уличные параметры не позволяют нам опустить температуру ниже. При возвышении температуры на улице, допустим, мы не можем опустить температуру ниже, потому что технология нам не позволяет. Температурный режим здесь каждый час сверяют. Круглосуточно. Как только на улице он всего на градус падает, в котлах его тут же повышают. На главной котельной Шахтерска вот-вот второй запустят, а потом и третий. Жителей поселка без тепла не оставят. И, кстати, если у вас есть претензии к качеству отопления и вы хотите решить этот вопрос, помните, что обратная связь не должна давать сбой. Самоустранение проблему не разрешит. Максим, до свидания. Понимаете? Всего доброго. Будьте меня не беспокойте. До свидания. Максим Каленик, Алексей Подовкин. Углегорские новости. Врачи из Волгограда и Екатеринбурга ведут прием в Углегорском районе. Это невролог, уролог, офтальмолог и специалист ультразвуковой диагностики. Приезжают медики раз в год в рамках программы «Общедоступная медицинская помощь населению». Запись ведется через поликлиники. В Углегорске по номеру 43-244, в Шахтерске – 31-722. Врачи принимают до 20 человек в день на очереди у медиков пациенты из Тамарии, Невельска и Курильска. Проблемы очень разнообразные. Это зависит от возраста, это зависит от характера труда, это зависит от наличия каких-то хронических заболеваний. Даже в такой период пандемический, связанный с COVID-19, изыскали возможности послать эти группы по районам. Заболеваемость коронавирусом в России растет. По последним данным, за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев в 85 регионах. Из них почти 26% без клинических проявлений. Такова информация оперативного штаба. В Сахалинской области с начала пандемии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. По официальной информации, умер 69-летний житель Южно-Сахалинска. По заключению экспертов, к летальному исходу привела неконтролируемая инфекция с поражением всех органов и систем. Заболеваемость с COVID-19 в регионе перешагнула отметку в 7 тысяч человек. Сейчас лечение проходит более 2 тысяч пациентов. 4 тысячи 800 человек уже выписано. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами. Это Сербия, Куба и Япония. Последнее направление для жителей островов самое интересное. Три авиарейса планируют пустить из Москвы в Токио и один из Владивостока. Первый полет назначен на 5 ноября. Стоимость от 20 тысяч рублей в одну сторону, замечу, туристические визы страна сейчас не выдает. Доступ открыт тем, у кого есть сертификат, определяющий статус заявителя в Японии. Этот документ выдается тем, кто отправляется в страну для деловых поездок с целью культурного и спортивного обмена. В Японии сейчас суточный прирост заболевших COVID-19 примерно 1%. Подробнее о ситуации в Японии узнаем от Асмы Наканива. Она с нами на прямой связи из города Осака. Асма, здравствуйте. Ну что, в ноябре запускаются первые рейсы в Японию и постепенно открываются границы. При этом ситуация с COVID-19 в мире тревожная. Какая сейчас у вас обстановка? Здравствуйте. Привет из Японии. Сегодня прекрасная погода. У нас все под контролем. Люди сегодня рабочий день, поэтому людей не так много. Но 99% уйдет в маски. Стараются не скапливаться. Очень законопослушная нация. Япония на 45-м месте в мировом рейтинге по уровню смертности от COVID-19. Какие сейчас показатели и что говорят японские врачи? Ну что я вам могу сказать? В принципе, вы знаете, Япония вообще со начала пандемии как-то очень легко все это проходит. Смертность изначально была, конечно, в Японии, но не такая высокая. А сейчас смертности я не слышала. Тотальных запретов в России пока не вводят. Но все же есть ограничения, например, для старшего поколения. Есть ли подобные меры в Японии? Даже во время птика у нас в Японии не заставляли сидеть дома. Не было карантина как такового. Потому что по закону Конституции запрещено лишать человека свободы. Поэтому все было поставлено так, чтобы люди сами сознательно придерживались того, чтобы не заражать, не заражаться. Ну вот все в масках входят, смотрите. Ну сейчас с болезнью у нас, в принципе, все под контролем. И в день зараженных в ВОСАКО 40 человек в Токио 180. Асма, спасибо за информацию. Желаю вам здоровья. Сейчас это самое актуальное пожелание. С крупной аварии началась эта неделя в Углегорском районе. Возле Шахтерска погибли двое. ДТП произошло 19 октября около 3 часов ночи на 326-м километре дороги Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск. За рулем автомобиля Ниссан Сафари находился мужчина 1976 года рождения. Он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водители и пассажиры от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Известно, что не были пристегнуты ремни безопасности. По факту ДТП проводится проверка. С начала 2020 года в Углегорском районе произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с летальным исходом. В результате которых погибло 5 человек. По основной информации Углегорской ГИБДД, основной причиной дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом является водитель в нетрезвом состоянии. И также основной причиной является выезд на полосу встречного движения. Напоминаю, вы смотрите Углегорские новости. Мы продолжаем эфир в студии Екатерина Петрова. Тем, кто только что к нам присоединился, здравствуйте. Не только врачи спасают жизни. Правда, этим людям пациенты не часто могут сказать спасибо. Но наверняка хотели бы, я сейчас говорю о донорах. В Углегорском районе 250 человек сдают кровь. Как это сделать, расскажет Алина Голоскок. Она, кстати, тоже донор. Сколько жизней он помог спасти, Виктор Кораблев не знает. Да и не думал об этом. Хотя кровь сдавал более 40 раз. По статистике, за одну сдачу донор спасает 4 жизни. Вот и считайте, минимум 160. Как это было впервые, Виктор помнит до сих пор. Это было в армию, призвали. Попал в учебку в Беребежане. В один из выходных нас выстроили без разрешения, без ничего. 200 грамм взяли кровь, банку сгущенку, банку слив на двоих выдали. Ну, компот слива. И потом лопаты, и ломики, и в тайгу бочки ворочать там. Кому именно тогда помог, так и не узнал. Но через два года, когда уже работал на шахте, кровь понадобилась коллеге после операции. У нас на скорую помощь и на станцию переливания. С тех пор я начал сдавать кровь постоянно. В 2001-м я уже был почетным донором. В Углегорском районе на 17 тысяч жителей 250 активных доноров. Из Углегорска, Шахтерска, Поречи, Ольховки, Краснополия, Башнякова. Ежегодная потребность 300 литров. Острой нехватки нет, избытка тоже. Сдавать можно кровь, плазму и тромбоциты. У нас существует банк крови. Мы заготавливаем ее. И если звонят отделения, мы ее, естественно, передаем. Самая у нас редкая группа – это четвертая отрицательная. Таких доноров очень мало. Есть третья отрицательная. На станции переливания крови будут рады каждому. Главные критерии – возраст старше 18 лет, отменное здоровье и желание помогать. Бескорыстно. Это так же, как гадать какой-то орган. Понимаете? Это точно так же. Сдавать кровь или ее компоненты можно дважды в неделю в Углегорске. До обеда – по понедельникам и четвергам. Сегодня у нас прошло уже 12 человек. Я сдаю кровь, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются. Видишь, что человек здоров, слава богу. Ходит на своих ногах, улыбается, радуется жизни. Отделение реанимации. Тут ежедневно спасают хрупкие человеческие жизни. Иногда для этого нужно совсем немного – донорской крови. Но что делать, если ее нет? Непередаваемые ощущения – это, конечно, и горечь за больного, которого мы можем не спасти, и желание очень с собой загородить все и всех. Мы не имеем права отступать. Мы выкладываемся до последнего. Как правило, донор не знает, кому перелили его кровь. Но это и не важно. Главное – невидимая нить от донора к человеку, который нуждается в помощи. И она не должна рваться. Праздник какой-то был. Иду, семья ткач была такая. Меня увидели. Мы обрадовались твоему сыну. Кровь мою влили. Так что давай, иди сюда, ты наш скромный отец. Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. Сахалинским многодетным семьям помогут купить автомобиль. Доступна сумма до 1 миллиона рублей. В Углегорском районе такой мерой поддержки уже воспользовались 5 семей. Документы 6 на рассмотрение. По решению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, единовременные выплаты возобновили в 2020 году. Семья должна соответствовать следующим условиям. То есть детей должно быть, в том числе усыновленных 5 и более, приемные опекаемые не считаются. У всех членов семьи должно быть гражданство Российской Федерации. Они все должны быть рождены на территории Сахалинской области. У них в наличии не должно быть своего собственного автомобиля. В Поречии отметили День села. Для жителей собираться вместе в этот праздник уже традиция. Блины, хороводы, итоги сезона, сбора урожая. Как отпраздновали, расскажем прямо сейчас. Таких вкусных блинов пореченцы целый год не ели. Поэтому очередной День села ждали с нетерпением. Жителям Поречия каждый год везет. В День народных посиделок погода солнечная, теплая, как и сам праздник. Памый дом, правый дом, держите конфетку. Работники сельского клуба встречают земляков в зале. Тут недавно сделали капитальный ремонт. Сегодня мы собрались в новом, отремонтированном зале, друзья. Дружнее, 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 дружнее. В этом году селу 73 года. Здесь каждый его житель – прославленный труженик или творческий человек. Одна из таких – Анна Ахалачина. Почетный полевод совхоза «Углегорский». Частушки своей 86 поет от души. Я крошечка, я пришел к тебе под окошечком. Пошел гулять с другой, а я не спорила. Он красивый был, а я не стоила. Все. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы жили в ладу и в мире. Приехал я к вам не с пустыми руками. Где праздник, там подарки. Чтобы пореченцы не скучали, от администрации округа – музыкальная аппаратура. Праздник по речи, как сахалинская осень. Яркий и впечатляющий. А еще дружный. Тут всегда рады гостям и новым жителям. В этом году на свет появилось трое мальчишек. Так что теперь в этой семье 400 жителей. Евгений Мелехов, Снежана Соколова, Углегорские новости. 2020-й – сложный год во всех смыслах, в том числе и для бизнеса. В Углегорске есть предприниматели, которые открыли собственное дело в прошлом году. А уже в этом пришлось пережить кризис. Как справлялись и как открывались, расскажет Валентина Каменская. Сегодня Россия на 28-м месте в мировом рейтинге развития бизнеса. В сложном 2020 году зарегистрировано почти 300 тысяч новых ИП. На наших островах 25 тысяч человек занимаются бизнесом. Из них в Углегорском районе 456 человек. 6% открыли бизнес в этом году. Впереди у них те самые три года, после которых станет ясно, выживут или нет. Одна из таких Екатерина Вернич, руководитель студии красоты эстетика. 10 лет работала мастером маникюра. На открытие своего дела решилась быстро. Правда, столкнулась с проблемами. Первое – выбор помещения. Рынка нежилой коммерческой недвижимости в Углегорском районе почти нет. Это была сначала съемная квартира. Потом нашла помещение. Приняла решение в этом помещении сделать ремонт, закупить оборудование и начать работу. Оборудование Екатерина закупила самостоятельно. Позже воспользовалась субсидией для предпринимателей от Углегорской администрации. И вот это на самом деле сподвигло, что часть инвестиций, которые были вложены в открытие студии, предоставила наша администрация. Первые три года жизни любого бизнеса – самые сложные. А если к этому добавить пандемию и карантин, Екатерине на несколько месяцев пришлось закрыть салон. Но несмотря на это клиенты вернулись. Осталась еще одна проблема – кадры. Пока девушка самостоятельно обучает новых сотрудников, как и Алексей Доколов, шеф-повар и основатель кафе «Сытый лис». Десять лет работал в сфере общественного питания и мечтал открыть свое кафе. Открывали мы кафе именно по стандартам, Макдональдса. Почему мы хотели именно кафе быстрого питания? Потому что у нас в Углегорске такого не было. Именно хотелось, чтобы могли семьи прийти с детьми и посидеть без алкоголя. Оборудование итальянского производства. Затраты серьезные. Особенно тяжело пришлось в пандемию. Сложно было поначалу. Пришлось даже нам немножко сократить персонал. По-другому мы просто не смогли бы работать и существовать. Но бизнес – это риск. И каждый, кто решается, знает об этом. Пригодится любая поддержка. Алексею удалось получить субсидию на развитие дела в местной администрации. Тем, кто планирует открытие в Углегорском районе, следует обратиться в отдел экономического развития. Возмещение затрат начинающим предпринимателям осуществляется ежегодно на конкурсной основе. В пределах бюджетных средств, предусмотренных Министерством экономического развития Сахалинской области, а также администрации Углегорского городского округа. Но рассчитывать только на господдержку не стоит. Собственный бизнес – это прежде всего про самостоятельность. Финансовые эксперты уверены, именно этим и нужно себя мотивировать. А еще готовиться развиваться и доказывать, что именно вы лучшие. Вам придется доносить свою ценность и уникальность для клиентов. Потому что менталитет людей, он таков, что им сложно сразу довериться чему-то новому. И какое-то время пройдет, пока вы объясните, насколько то, что вы делаете, ценное, важное и нужное. И, соответственно, проблемы с новыми клиентами, с новым персоналом будут потихоньку уходить, а вы будете процветать и развиваться. В 2020-м еще 30 жителей Углегорского района открыли свое дело. Проблемы с арендой или покупкой помещений, острая нехватка кадров, непрепятствие, если есть цель. Валентина Каменская, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Углегорские театральные студии получили дипломы в Южно-Сахалинске. В островной столице состоялся третий областной театральный фестиваль-конкурс «Большой в Малом». 30 коллективов области представляли миниатюры. Наши участники из районного Дома культуры под руководством Аркадия Бутакова и Людмилы Фадеевой получили дипломы в четырех номинациях. В начале нынешнего года Аркадия и Людмила прилетели на Сахалин из Архангельской области. Конкурс стал для них первым творческим испытанием и первым крупным успехом. Сам фестиваль прошел в очень хорошей, дружелюбной обстановке. Нам очень понравилась организация. Ко всем участникам относились организаторы очень гостеприимно, дружелюбно. Поэтому было очень комфортно. Теперь о результатах спортивных. Углегорский мотогонщик Александр Калентеев выступил на чемпионате России по мотокроссу. 12-летний спортсмен прошел два этапа соревнований в Краснодарском крае и Владимирской области. У Александра была цель попасть в двадцатку лучших мотогонщиков страны. И все получилось. С Александром встретилась наш корреспондент Дарья Кораблева. Вот кубок, когда я чемпионат в Сахалинской области стал. Ой. Или нет? Нет. Свободного места на полках нет. Так бывает, если стал чемпионом. Саше Калентееву 12. А его жизнь уже про крутые виражи и опасные трамплины. С пленей сильно не пали. За безопасностью следит дедушка. Он же тренер. Старший Александр Калентеев впервые посадил внука на мотоцикл, когда ему было шесть лет. Посмотрите на него. Он маленький. Мотоцикл большой. Мама Саши все еще волнуется. А вначале и вовсе была против. Сейчас пугает другая мысль. Сын растет. А значит, скоро мотоцикл будет еще мощнее. Дальше больше. Когда подрастет уже будет более мощный мотоцикл, где будет 250 кубических сантиметров, тогда уже буду, наверное, сильнее переживать и волноваться. Сашу тренировали многие спортсмены. Даже Артем Садилов. Десятикратный чемпион России по мотокроссу. Но самый любимый и самый требовательный – дедушка. Шесть лет тренирует внука, наблюдая за лучшими мотогонщиками мира. Перед каждым стартом помогает Саше. Роет землю для легкой езды. Это надо для того, чтобы стартовая колья, когда ты стартуешь, чтобы удобнее было стартовать, чтобы тебя не возило по сторонам. Сейчас уже заканчивают. Последний год, наверное, выступает Кайроли, 222 номер. Антонио. Антонио Кайроли. Тоже хороший гонщик. Вот они как бы… Хочу, чтобы Саша до них дорос. Ну, не знаю, как он будет к этому стремиться. Данные у него вроде бы неплохие, но надо их развивать. К областным соревнованиям Саша привык. Но на чемпионате России были переживания. 70 соперников из 25 городов страны. Очень сильно. В Коврове не так сильно. В Орленке перед квалификацией, перед главной тренировкой очень сильно. Саша Калентеев – двадцатки лучших мотогонщиков страны. Ему 12. Какую выбрать профессию, он еще не решил. Но точно хочет стать чемпионом Европы. Дарья Кораблева, Евгений Мелихов. Улигорские новости. Люди в наших селах живут золотые. Тут не поспоришь. Но не у всех. В дворе есть серебряный источник. Кому повезло и кто бережет, его узнала Снежана Соколова. Можно у вас водицы набрать? Хорошо, можно. Можно, можно набрать. Дом на улице Клубной в Башняково знают все. Тут живет хозяйка серебряного родника – Валентина Соколова. За вкусной водой приходит со всей округи. А тропу к домашнему роднику зовут Соколовской. Приходят даже в учреждение вот иногда. Вот я вам сейчас налью водички. О, водичку набрали. О, спасибо. Пожалуйста, пейте на здоровье. На доме Соколовых флаг России. Его сын Саша прикрепил 9 мая. Для Валентины Ивановны День Победы – праздник великий. Башняково с 1946 года. И именно не где-нибудь, а с 1946 года. Мы приехали, как говорится, жили в Орловской области. Пришли немцы, деревню сожгли нашу. И нас в плен погнали. В общем, до Латвии нас. В Латвии на немцев работали. У нашей мамы пятеро детей было нас. Хотели нас дальше отправить. Ну, а тут как раз наша армия освободила нас. И мы вернулись в деревню. Жили в землянке. Двор Валентины Ивановны – один из самых красивых в селе. Хозяйка уверена – все дело в серебряной воде. Цветы благоухают все лето. В прошлом году за лучший цветник вручили почетную грамоту. В 1968 году купили мы этот домик. Родник был, это колодец, просто такой деревянный был такой. Колодец обыкновенный. Это сын все сделал. У его руки золотые. Проверили. О, а это, говорят, серебряная вода. Так что все ходят к нам. Ой, как хорошо водичка. У нас такой нету водопроводной. С колодца только. А вкусная вода. Вам попить? На почетном месте в доме Валентины Ивановны награда от сельской администрации и фотографии близких. Это сын, это дочка, а это сынок, внучок. Без меня они никуда. А это мне сноха вышла бисером. Урожай огурцов выдался в этом году отменный. Тоже росли на родниковой воде. 20 банок припасено на зиму. Валентина Ивановна радуется. Летом угостила своими огурчиками и водой самого мэра. Все заложила, вскипятила водичку. Раз, залила. Добавляю листочки смородины, вишни, горчицы, горошки. В этом доме калитка всегда открыта. Валентина Ивановна рада и землякам, и путникам. Башняковы уверены. В руки доброго и светлого человека попал серебряный источник. Поэтому именно по Соколовской тропе всегда кто-то ходит. Люди добрые, приезжайте, приходите за водичкой, за серебряной. Я всегда вас встречу. Пейте на здоровье. До свидания, родники. Вам спасибо. Снежана Соколова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Это были Углегорские новости. Прямо сейчас прогноз погоды. Если вам есть, что рассказать и показать, не стесняйтесь и отправляйте свои фото и видео. Номер вы видите на своих экранах. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. По информации ГИСМЕТИО, завтра в Углегорском районе ожидается пасмурная погода, дождь, с порывами ветра до 22 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, ночью до плюс 5 градусов. Воскресенье пасмурно, дождь, днем плюс 8 градусов, ночью 5 градусов тепла, ветер до 12 метров в секунду. В понедельник также ожидается пасмурная погода, дождь, днем плюс 7, ночью 6 градусов тепла. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Во вторник ожидается облачность, вероятен дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 4 градуса. Ветер до 15 метров в секунду. А вот в среду прогнозируется малая облачность с ветром до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем 8, ночью 3 градуса тепла. В четверг переменная облачность, вероятен небольшой дождь. Температура днем до 7, ночью до 2 градусов тепла. Ветер усилится до 14 метров в секунду. В пятницу по прогнозам будет облачно-небольшой дождь. Температура днем 6 градусов тепла, ночью нулевая температура. Максимальная скорость ветра 11 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова